Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Дарья, и вы на канале Дарья Деларм. Сегодня я хочу поговорить об очень важной теме, о принятии себя, о любви к себе. Как прийти к этому, как я пришла к этому. Я считаю, что без принятия себя, таким какой ты есть, невозможно нормально существовать в обществе. Невозможно иметь место в обществе, потому что ты чувствуешь себя, ну, примерно вот так вот. Вот таким вот человечком ты себя чувствуешь, когда ты не принимаешь себя. Ты к тому, что если есть какие-то негативные мысли по поводу себя, то все это проявляется в теле. Все это видно телесно. Ты не можешь проявить себя достаточно настолько, насколько ты хочешь. Это очень губит человека. Это мешает ему нормально жить и нормально функционировать в обществе. Нормально, адекватно как-то себя чувствовать. Просто я тот человек, который жил когда-то вот тогда с плохой самооценкой. И как я себя ощущала гадко. И как я сейчас себя раскована и классно ощущаю. Вы просто... Это небо и земля. Первый пункт, первый очень важный шаг. У меня, честно, уже горло болит. Первый пункт, первый очень важный шаг. Убираем токсичное окружение. Это именно то, что будет портить твою самооценку, твою самоценность. Токсичные люди, которые негативят в твою сторону, они будут постоянно портить твою самооценку. Они будут постоянно самоутверждаться за твой счет. Такое окружение мы убираем куда подальше. Если они тебя не поддерживают, если они тебя не подталкивают к лучшему, ты с ними чувствуешь себя плохо, они тебя гнобят, то это не ваше окружение. Это не ваши люди. В итоге это окружение может прекрасно сделать так, что ты будешь чувствовать и ощущать себя дном. Конечно, сразу можно не уходить, если ты уже сблизился с этими людьми. Но обязательно нужно выставить свои границы, сказать, допустим, один разговор может состояться, что со мной так нельзя. Со мной можно вот так вот, вот так вот, вот так вот. Оскорблять меня нельзя, гнобить нельзя, говорить мне, что мне делать нельзя, говорить, что я делаю что-то плохое нельзя. Если этот человек или эта компания вас не услышала и не приняла ваши правила, то смело уходите. Если это токсичное общество, токсичное окружение, это ваши родители, и вам нет 18 или хотя бы 16 лет, чтобы съехать, то максимально дистанцируйтесь. Максимально дистанцируйтесь, эмоционально их не воспринимаем. Человек говорит о себе, человек говорит не о вас. Вы для него просто зеркало. Все слова, которые он говорит в вашу сторону, на самом деле предназначены ему. Он говорит о себе. Следующий пункт, это самокритика. Самокритика и самобичевание. Алиса, что такое самобичевание? Самобичевание — это негативная оценка человеком самого себя, неконструктивная критика и обесценивание своих заслуг и качеств. Нужно перестать гнобить себя, нужно начать относиться к себе очень нежно и очень бережно. Вы должны понять, что вы для себя самый главный, вы для себя самый ценный человечек. У тебя же не повернется язык, чтобы сказать своему лучшему другу, что он говно. Ну не повернется у тебя язык сказать такое. А вот себе ты можешь, да? Себе ты привык такое говорить. Но это понятно, почему ты себе позволишь. Скорее всего, это идет из детства. Скорее всего, тебе это говорили родители. В этом случае, если вы гнобите себя, нужно начать с малого. Нужно начать хотя бы с чего-то. То есть вы подходите к зеркалу и выискиваете в себе только плюсы. Я не поверю, что в вас нет хотя бы единого плюса. Допустим, у вас классный цвет глаз. Вы подходите и учитесь себе говорить комплименты. Хотя бы цвету глаз. Это нарабатываемый навык, конечно же. Скорее всего, вы привыкли, подходя к зеркалу, замечать только минусы в себе. Но каждый раз, когда вы начнете гнобить себя, просто пресекайте эти мысли. Пресекаем, отрезаем. Этого нет, я этого не говорил. И начинаете снова говорить себе комплименты. Просто попробуйте. Поначалу, конечно же, будет очень много негативных слов в свою сторону. Но все равно пробуйте, шаг за шагом. Каждый раз пресекаем эти мысли, пресекаем эти негативные мысли и говорим себе комплиментики. Пробуйте нарядиться, накраситься и начать говорить себе комплименты. Самокритики не должно быть. Тебе мало того, что общество гнобит, так ты еще сама себя гнобишь. Ну нет, так нельзя. Ты самый главный человек в своей жизни. Надо в один момент просто взять и, ну, решиться на это, что я больше не ненавижу себя. Я себя обожаю, я себя люблю. И я буду действовать только ради своего блага. Отходи каждый раз к зеркалу и ищи только положительное в себе. Цвет глаз, ресницы, нос, ну что-то же в тебе положительное есть. Ручки красивые, там, дамские пальчики. Дамские пальчики. Просто Вадим как-то сказал, что у меня дамские пальчики, и это был лучший комплимент в моей жизни. Я теперь постоянно, смотря на свои руки, думаю, боже, какие же у меня дамские пальчики. Нет, это правда, это очень мило. Вадим, я тебя люблю. Мне в ТикТоке однажды попалось очень классное видео, на котором было написано, вот ты Васю в рваных трусах можешь принять? А себя ты принять не можешь. Себя, вот такую красавицу, красоточку. Что за кринж? Так нельзя. Короче, следующее, девочки. Начинаем со слов, а дальше переходим к действию. Начали с комплиментов, а потом уже начинаем дарить себе цветы. Это я к тому, что, вот, допустим, нравитесь вы какому-то молодому человеку. Вот он сначала вам говорит, ты мне так нравишься, ты такая красивая, ты такая прикольная. Но долго вы на этом не протянете. Вам по-любому нужны будут какие-то поступки в свою сторону от него. И это естественно. Поэтому очень важно начать действовать, действовать как-то положительно по отношению к себе. Что это значит? Берем блокнот, ручку и выписываем все, как бы вы хотели, чтобы к вам относились люди. Или как бы ты хотела, чтобы к тебе относился твой молодой человек. Допустим, тебе нравится, когда тебе дарят цветы. Иди и подари себе цветы. Если твой молодой человек не дарит тебе цветы. Что это за молодой человек такой? Если ты любишь цветы, и он знает, что ты любишь цветы, и он тебе их не дарит, и ты до сих пор с ним, ладно, окей. Сейчас не об этом. В общем, выписываем блокнотик, допустим, сходить в спа, следующее, набрать ванную, следующее, купить себе книгу, следующее, купить себе рыбу, следующее, сводить саму себя в кафе, следующее, следующее. Надеюсь, вы поняли. Нужно позволить себе то, что вы никогда себе не позволяли. То есть, позволить себе хорошие отношения. Еще один момент, если вам сложно осознать, что вы ценная, что вы дорогая, что вы классная, ну, дорогая для себя, имею в виду, что вы классная, что вы интересная, попробуйте слушать аффирмации, попробуйте слушать положительные медитации для поднятия самооценки. Потому что, вероятнее всего, очень долгое время в вашу голову вселяли мысли о том, что вы ничтожество, что вы говно, что вы ничего не заслуживаете. Конечно же, в один момент будет очень сложно избавиться от этих мыслей. Поэтому нужно начать заселять в свою голову другие положительные мысли, положительные мысли о себе. Реальная аффирмация эта тема, и я советую их абсолютно всем. Вы должны начать уважать не только свои мысли, но и свое тело. Попробуйте начать с малого, набрать себе ванную с пенкой, купить себе бомбочку для ванны, купить себе масочку для лица, которую ты давно себе не позволяла, купить себе пенку для лица, которую ты давно себе не позволяла, купить себе масло для тела, которую ты давно себе не позволяла. Начать очень нежно, очень заботливо относиться к своему телу и к своим мыслям. Еще один момент, который поможет вам полюбить себя, поможет полюбить свое тело, свою внешность, это начать вкладывать в себя деньги, то есть повышать свою самоценность. Допустим, ты сделала волосы, ты сделала ногти, сходила к стоматологу, сделала себе полный рот красивых зубов. Эти действия помогут вам начать уважать себя, помогут вам начать ценить себя наконец-таки. Я вам приведу пример с дорогими кроссовками. Вот представьте, что вы купили кроссовки за максимальную цену, которую только вы можете отдать за один раз. У каждого в голове сейчас была эта сумма определенная, которую вы могли бы потратить на кроссовки за один раз. Вы же понимаете, какое отношение заслуживают эти кроссовки? Как бережно вы будете относиться к этим кроссовкам? Максимально бережно. Все потому, что они дорогие, в них вложено много денег. Деньги это что? Деньги это ваше время. В них вложено очень много вашего времени. Также начните вкладываться в себя. Не только в внешку попробуйте вкладываться, но еще и в голову. Знаете, вот хочу еще сказать насчет одного момента. Говорят, что если не можешь принять, то меняй это. Если не можешь изменить, то прими это. Это правда, это факт. Если вам не нравятся ваши зубы, например, вот кривые зубы, откровенно, что-то с ними не так, и если даже вам будут говорить, даже если вы себе будете говорить, они прямые, они красивые, они классные, мне нравится моя улыбка, но она действительно будет кривой, я думаю, что ничего не поможет. Мысли здесь не помогут, здесь нужно менять. Именно для этого и существует здесь последний пункт. Нужно вкладываться в себя, нужно менять себя в лучшую сторону. Как делала я раньше? Я лет в 16 взяла блокнотик и выписала все, что мне не нравится. Все свои минусы. И над каждым я начинала работать. Поймите, что всего сразу не бывает. Все приходит постепенно. Если у вас не получается убрать негативные мысли о себе, сразу не получится, я уже говорила. Потихонечку, постепенно. Отсекли одну мысль, отсекли другую мысль. В другом пункте поменяли себя, в другом пункте приняли себя. Так, наконец-таки, вы придете к абсолютному принятию себя. К абсолютному принятию своих мыслей, своей внешности и вообще всей своей жизни. Хотела бы добавить, что очень важно впоследствии, после того, как ты примешь свою внешность, очень важно принять свою жизнь, свою прошлую жизнь. Принять то, каким ты был, принять то, как ты поступал. У меня был момент, когда я исправила все, что мне не нравилось, своей внешности. Но случалось так, что я не принимала свою прошлую жизнь, то, какой я была раньше. И это не давало мне максимального расслабления. Это не давало мне максимально проявлять себя в этом мире. Максимально проявляться так, как я хочу. Как это принять? Я думаю, это придет постепенно, со временем. Как пришло и у меня. Хочется сказать, просто действуйте. Шаг за шагом, уверена к мечте. Я уверена, что у вас все получится. У меня же получилось. Я такой же обычный человек, как вы. Так что на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень рада быть для вас полезной. Ставьте на это видео лайк. И до новых встреч. Пока!